Клуб Вольных Путешественников Клуб Вольных Путешественников Клуб Вольных Путешественников ставить в одну страну, поменять ее на другую. Вот. Ну и, собственно, все. Здорово. Ну, я там был просто туристом. Совершенно случайно получилось так, что купил билеты на самолет в обе стороны. Просто у одной авиакомпании была акция, и получилось так, что свободное время. Почему бы, думаю, не съездить, тем более там много знакомых, друзей, и все звали, приезжай, приезжай. Сколько ты там в общей сложности был? Три месяца, ровно, да. Да, с течения срока визы. Планировал на две недели. Планировал на две недели, да, а потом сдал билет, поменял. Ну да, без визы режим действует до трех месяцев. Да, прилетаешь в аэропорт, и сразу тебе ставят штамп. Ну, это, кстати, огромный плюс, я думаю, что путешествие в Израиль, то, что не нужно заморачиваться с визой. Конечно. Единственное, что надо тоже правильно отвечать на вопросы в аэропорту. Там же самый охраняемый аэропорт мира. Ну, конечно. На тебя смотрят изначально как на подозрительную личность. На самом деле, я больше заметила, что проверок больше, когда выезжаешь из страны. Ну да. Но вечный вопрос, кто вам собирал сумку. Да-да-да. Ничего не везете, кто-то что-то просил передать. У меня получилось так, что я по приезде стоял в группе священников вместе, когда подходили к окошку. Три раза на ломаном русском девушка пыталась спросить меня в группе или со священниками. Я, конечно, сначала не понимал, что она хочет, предложил ей говорить на английском, и тогда уже она объяснила. Ну да, с английским проще. Хотя, конечно, странно. Я стою весь в туристической одежде, а сзади меня батюшки. Вот. Ну, там три-четыре вопроса, и я на земле обетованный. Как впечатление? Слушай, шикарно. Это, конечно, совершенно не та страна, какой я себе ее представлял. Просто небо и земля. Даже то, что видишь на фотографиях, по рассказам, не говоря уже о том, что нам показывают по телевизору. Знаешь, что первое, наверное, что я заметила? Это ровные широкие дороги. Да. Честно, вот факт. Первое, что я думала, при том, что я же знала, что я приехала, все, это новое место жительства. Мне нужно уже как-то приспосабливаться, чувствовать себя совершенно иначе, чем в России. Но мы ехали на мое новое место жительства, и я все время думала про дороги. Мы ехали больше часа, и я думала про эти дороги. Широкие, ровные, с разметкой. Шикарные, шикарные развязки, и вообще классно. Хочешь, я тебе маленький секрет открою? Израильское асфальтовое покрытие разработано в России. Да ладно? Серьезно. А сами-то не могут этим пользоваться? Там 50 на 50 асфальт и бэушные покрышки. Купили и пользуются? Этого я не знала. Это мне местные ребята рассказали. Да? Черт. Нет, мне этого местные ребята не рассказывали. Только учили курить кальян, правильно. Что насчет дорог, насчет транспорта? Мне еще и самолеты показалось интересным. Когда подлетаешь к Тель-Авиву над морем, самолет делает круг, заходит на посадку. Внизу видишь эти дороги развязки и много-много автомобилей. И почти все белые. На черных летах дорог маленькие белые муравьи такие ползут. Не замечала? Не обращала. Сверху это очень хорошо видно. Не обращала внимания, честно. Ну там, конечно, жарко. Надо как-то приспосабливаться. На машинах я там, кстати, почти не ездила. А на чем? На автобусах исключительно. Учитывая то, что это достаточно дешево. То есть, грубо говоря, за 40 шекелей, умножить на 8, 320 рублей. Я доезжала из центра страны до Элата. Элата – это курортный город на Красном море, самая южная точка Израиля. Учитывая то, что я там работала, а жила я, по сути, на юге, тоже на юге, но тем не менее в Бершеве, мне приходилось периодически вопросы с документами решать, до родственников ездить. То есть, ну, это туда-обратно, ну, сутки, конечно, занимает, потому что там ехать часов 5, наверное. Да, по карте смотришь, кажется, ближе. Ну, да. Да, вообще Израиль, ну, сколько там максимум, от Хайфы до Элата часов 8. Километров 300, там, не больше. Часов 8 на автобусе, наверное, не считаю. Ну, я на самом деле из Хайфы в Тель-Авив только ездил, дальше, южнее, только в Аждот добирался. Ну, туда поезд. Нет, в Аждот поезд ходит, и он из Хайфы идет где-то полтора часа всего лишь. То есть, ты больше на поездах ездил? Больше на поездах, конечно. Ну, я понимаю, что это удобнее, но лично мне было вообще абсолютно неудобно. Я как-то первые пару раз не туда пересела, не на той остановке. В итоге это получилось и дольше, и вообще. И я пообещала себе, что нет, все, нафиг, на поездах я ездить больше не буду. А там же это очень удобно, там любого человека спросишь, тебе все все объясняют. Это тоже очевидный плюс Израиля, что да. Ты спрашиваешь, как ты туда дойти, а тебя еще проводят, расскажут про свою жизнь, скажут, посмотри налево, посмотри направо, вот это, вот это, вот это, вот это. Это да. Да, это классно. Да уж. Еще там очень интересная опция такая есть. Короткий номер государственного, на который звонишь, звездочка 8787, может быть, кому-то пригодится. Это национальное транспортное агентство. Туда звонишь и на одном из четырех языков, русский, английский, арабский, либо иврит. Тебе объясняют, как добраться из точки А в точку Б. Ты просто говоришь, где находишься и куда хочешь попасть. Звонишь, и тебе популярно объясняют, на какой автобус сесть, на какую улицу перейти. Мне даже дошло до того, что сядьте на другой автобус, там два или три автобуса было на выбор. Сядьте на этот, потому что вам тогда не придется дорогу переходить, это безопаснее. Вот, я только с третьего раза понял, что человек хочет мне объяснить. Просто безопаснее. Ну, они беспокоятся о тебе. Ну, вот насчет безопасности, как ты почувствовала разницу между Россией и Израилем? Да, я переходила дорогу в неположенном месте как-то один раз. Меня остановила Миштаран. Полиция. Полиция, да. И написали мне вот такую длиннючую бумажку по поводу того, что не стоит переходить дорогу в неположенном месте. Пожалуйста, больше так не делайте, а то будет штраф или что-нибудь еще. Ну, да, там первый раз делают предупреждение, а второй раз штраф, по-моему, тысяч пять рублей за неположенный переход. Да, там еще много, либо общественной работы. Даже так? Да, определенное количество часов общественных работ. Копать лопатой. Мне хватило. Так, сейчас мы, наверное, посмотрим фотографии. Перед рассаживаемся. Что это у нас? Это у нас Сталинный город Яв. Да, церковь Святого Петра. Вот такие вот там улочки узенькие, по которым гоняют автобусы. На вершине скорости. Кусок старинной городской стены, к которому пристроены магазинчики. Тут же рядом мечеть. Это, по-моему, центр Тель-Вива, если я ничего не путаю. Ну, так это люди, Тель-Вива. Да, это Азриэль, комплекс небоскребов со смотровой площадкой наверху. На смотровую площадку так и не попал. Будет по вас съездить еще раз. Музей искусств. Очень интересное здание. А, это Ярусалим. Ярусалимские улочки, по-моему, армянские кварталы, если ничего не путаю. Это Голков. Да, мы там были. И да, ездили после Нового года. Ну, так, в Венгель. Стена плача знаменитая. Люди туда между камнями засовывают бумажки с записками. Мы оттуда их доставали и читали. Ну, что характерно, что русские туда засовывают бумажки с просьбами. Да. А евреи с благодарностью. Факт. Так, это Мертвое море. Я туда приехал, искупаться не удалось, пошел сильный дождь. Знаешь, я была там. Это отвратительно. Вообще просто отвратительно. Это великолепное видение. Нет, это ужасно вообще. Это похоже на расплавленное масло. Я знаю. Ну, мил. Если после этого масла не помыть руки или не принять душ тут же, потом начинает очень сильно все щипать. Сразу же. Почти. А это танковый музей. Замечательная вещь. У Израиля вообще богатая военная история. Я по нему бегом-бегом ходил, наверное, 3 часа. Да, что-то. Билет, правда, дорогущий. 600 рублей обошелся. Но оно того стоит. А это результаты палящего израильского солнца. Сжигает всю краску на машинах. Российский автопром вон везде. Нашел девятку в хайфе. Да, поскольку я работаю альпинистом, я, естественно, с местными альпинистами общался. И у меня завел себе одного друга, директора местной фирмы. Он меня взял как-то на свои объекты, поездили с ним посмотреть, как его ребята работают. На работу не приглашал? Приглашал, но для этого нужно делать рабочую визу. Но это очень лень. Это практически невозможно. Если только ты не араб. Ой, боже. Так, это город Герцелия, улица Голдемайер. Ты не помнишь, что это как Голдемайер? Нет. Но Герцелия красивая. Много надписей на русском языке. Там даже знаки есть, выписки на русском. Особенно русские магазины. То есть, в принципе, с общением там проблем не возникает. Зато там можно купить пельмени со свининой. Я не ел пельмени со свининой. Я кушал много хумуса. Хит-стрим вкуснее. А что это? Баклажаны. А, да-да-да. Тоже перетертые, тоже пасты, но на самом деле вкуснее. А это Хайфская панорама. Там очень интересно, город находится на горе, и дома тоже на горе построены. И чтобы попасть в дом, надо сначала пройти по мостику, спуститься на лифт вниз. Это, наверное, тебе знакомо, дорога на Ивад. Да. Так, а это что? Это у нас въезд в город Аждот. Южный порт. По-моему, второе место после Хайфского порта. Периодически туда, из сектора газа, присылают подарки арабские соседи. Как-то перед Пасхой тоже за неделю 250 ракет прислали. Тебе не удалось побегать до бомбоубежища и обратно несколько раз? Один раз было. Да? Да. Мы так пару недель как-то жили. Ну, уже не было смысла, допустим, ложиться спать. Потому что только ты ложишься спать, опять сирена. Вроде вернулся из бомбоубежища. Нет, снова сирена. Это кошмарно было, конечно. Ты уже понимаешь, что вроде ничего не будет, и не страшно, и до тебя не долетит. Но все равно как-то иди в бомбоубежище. Ну, мы жили на первом этаже, и нас закрывал соседний дом, поэтому мы не боялись. Мы просто проспали, если сирена. Но все-таки недалеко от нашего дома одна ракета упала. Стены аж трясли. Ты где-то дожил? В Аждоди. А, в Аждоди. Да. А это я ездил на голландские высоты, я посадил там дерево. Да. Да. То есть сейчас там растет орешник, который я посадил. Это фабрика, делают косметику из оливок. Замечательную косметику. Я не ездила на фабрики. Это съездить очень советую. Я была на винодельню. Где? На винодельню. Гамла называется, тоже на севере страны. Нашла там чудесное вино, ярден мускат, с добавлением коньяка. Белая, полусладкая. Очень вкусная. Просто одно из самых лучших вин, которые я пила в свою жизнь. Мы когда ездили на голланды, нас возили на дегустацию, то есть я был в составе группы туристической. Нас возили на дегустацию вин и шампанских из граната. Это на самом деле тоже обалденная штука. Да, я думаю, тоже очень вкусная. Правда, очень хмельная. Нам наливали по 10 грамм, наверное. Три такие пробы, и все тоже довольны, все улыбаются. Там сложно не улыбаться. Ну, это да. Как-то, не знаю, погода располагает, что ли. Вот знаешь, за все три месяца я только два раза, наверное, столкнулся с тем, что человек не хочет со мной разговаривать. То ли он русский не знает, то ли что. Просто спрашиваешь на улице, как куда-то пройти. Ну, рукой отмахивается и все. Типа не хочет контактировать. Всего лишь два раза. Ну, я сейчас пытаюсь вспомнить. Вообще не думаю, что я за год, даже больше, что я там жила, встречала людей, которые не шли на контакт. Может, они русские были? Может, это было потому, что я был в арабском квартале. Кстати, да, я с одним шведом там встретился. С одним шведом встретился и ездил вообще туда через сайт couchsurfing.org, может быть, знаешь. Вот, и точно такой же турист. Был парень из Швеции, звали его Расмус. Мы с ним гуляли по Хайфе. И вечером он решил мне показать местный арабский квартал, потому что он там был немножко дольше, чем я. Ну, что, идем спокойно, беседуем. На улице тепло, вечер, там закаты очень красивые. Ярко-синее небо, садящееся солнце. К нам подходит парень в спортивном костюме, показывает маленькую карточку и говорит, что он из полиции. Тут же со всех сторон подбегает еще человек десять. Буквально вот один занимался в машине, чем-то ковырялся в багажнике. Другой на остановке стоял, третий еще где-то был, улица практически безлюдная. Все люди, что были на улице, оказались полицейскими, они кого-то ловили. А, то есть они вообще как бы не туда зашли. Да, видимо. И этот швед просто был на кого-то похожий. Ну, этот парень Расмус, конечно, немножко смутился. Ну, я по своей старой привычке спросил, а настоящий ли вы полицейский? Ну, что полицейский очень изумленно на меня посмотрел и показал еще раз свое удостоверение. Я, конечно, долго бы разгадывал там все. На еврите написано практически ни одного слова на латинице. Ну, ничего, нас быстро отпустили. Извинились и пожелали счастливого пути. Это, наверное, было единственное мое столкновение с полицией, если можно так назвать. Ну, конечно, совершенно неожиданно. Просто идешь, гуляешь, и вокруг такие же люди идут. Облава. Ну, в общем, да. Нет, у меня такого точно не было. Я старалась держаться подальше от рабских кварталов. Ну, да. Хотя, вот, например, в Бершеве, когда жили, то там достаточно много арабов. Но они спокойные и живут как обычные люди. Ну, да, те, кто живет на территории Израиля, работают, как мне говорили, они мирные, они вполне адекватные люди. Я сам с некоторыми общался. Я работала в Илате, опять же таки, официанткой в гостинице. Был крупный арабский праздник, это я, конечно же, не вспомню, как он называется. Заселилось 700 арабов, причем большинство из которых приехало из соседнего Египта, благо им недалеко. Но тоже милейшие люди, очень вежливые, спокойные, никаких конфликтов. Как там с пересечением границы вообще в Египте? Я не пыталась, честно. Мы как-то катались на машине, нам сказали, что, ребят, еще 5 километров и вы в Саудовской Аравии. Так что, значит, разворачивайтесь и обратно. Просто поехали покататься по пустыне. Ну, вернулись обратно, ничего страшного. А в Египет? Нет, не знаю. А что ты скажешь вообще про то, что многие люди считают, что Израиль дорогой страной? Я считаю, что Израиль действительно дорогая страна. Ну, насколько она дорогая, если там жить? Я скажу так. Если там работать, ну, действительно работать, то все адекватно. То есть заработные платы соответствуют уровню жизни, уровню затрат. Но если ехать туда отдохнуть, то хорошо отдохнуть. То желательно, конечно, имейте в виду, что цены на еду, например, очень дорогие. Ну, опять же, кто как отдыхает. Я сначала перед съездом ходил в туристическое агентство, просил мне рассчитать проживание там на месяц. Мне насчитали в рублях 250 тысяч. Я потратил за 3 месяца всего 60. Можно же закупаться в супермаркете, а можно просто сходить на рынок и купить те же свежие продукты, но дешевле. Да, особенно если в пятницу ближе к вечеру, когда уже все, шаббат, им надо быстрее, быстрее, быстрее от всего избавляться, то туда, конечно, да. Там, причем, очень много, наше любимое русское слово, халява, очень много на халяву можно получить. Ну, да. Это да. Опять же, на рынках там очень сильно торгуются, можно сбросить цену до 30-40% совершенно без проблем. Это факт. Но, опять же, сами израильтяне, если есть возможность поехать отдыхать, то есть, например, у них отпуски, они хотят именно куда-нибудь отдохнуть, поехать. Они едут не в свой Айлат, там, на Красное море, а им дешевле, намного дешевле уехать в Испанию. В Испанию, в Грецию, они... Я знаю, многие на Кипр ездят. Да, и Кипр, кстати. И в Чехию, почему-то. Про Чехию меньше слышала, а вот Испания, Греция, Кипр очень часто. Ну, вообще, с кем из ребят там общался, в основном, конечно, с молодыми людьми, они в праздники, очень многие едут на север, на озеро Кенерет, которое, кстати, является единственным источником питьевой воды. Да, или работать в той же Айлате, на Песах, потому что все просто, все бросаются, ну, они же не работают, в общем-то, на Песах, то есть, как бы, все, на Песах работать, 10 дней, адского труда, просто, вообще. Кому-то адского труда, кому-то адского отдыха. Ну, кому-то, да. Я как раз там был на Песах, там просто невозможно что-то сделать, куда-то порой съездить, хочешь, соберешь, это шаббат, это все, да. Нет, все, ничего не работает, я как раз на Песах работала. Я тогда была по программе, была в Альбане Шаваль, как раз, когда я только приехала, я учила язык. И первые 9 месяцев я, в общем-то, жила и работала в Шавале. На Песах у нас учебы не было, и поэтому мы с несколькими ребятами, ну, почти половина группы, то есть, у нас было больше 20 человек, мы решили, собственно говоря, чего терять зеро время, все равно делать нечего, поехали-ка поработаем. За 10 дней я, конечно, очень хорошо заработала, честно. Но доработались до такой степени, что утром вставали, складывали ножки в ванну и поливали друг друга из шланга холодной водой, потому что иначе невозможно. Ноги болели адски, то есть, мы там работали 15 часов в сутки иногда. И бегали, 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 то есть, это вообще не присесть. Как там вообще отношение к таким рабочим специальностям? Не высокоинтеллектуальным? Лучше, чем в России. Никто тебя не воспринимает как прислугу. Кто там не будет вот это, иди, принеси. То есть, все гораздо проще. Тебе очень уважительно относятся на работе. То есть, даже Минаэля, директора, там постоянно подойдут, спросят. Ты пить не хочешь, может, пойдешь, поешь сейчас. Нормально все? Иди присядь. Я вижу, что тебе тяжело. Брось это, не делай, это кто-нибудь другой сделает. Ладно, иди к ничё куда-то. Очень приятно было работать. Ребята были абсолютно из разных стран. То есть, я работала с аргентинцами, с ребятами из Чили, с сенегальцами, с эфиопами, с теми же самыми израильтянами. Так что, это хороший способ познакомиться с кучей разных, абсолютно разных людей. Некоторые из них не говорят ни на еврейском, ни на английском вообще. То есть, у нас был парень из Аргентины, который говорил только на испанском. И как он там? А никто больше не знал испанский. Ну, показывали ему жестами, ходили, улыбались другому. У меня, конечно, был такой опыт общения с одним суданцем, который говорил только на суданском и на французском, ну и чуть-чуть на иврите. Они обычно английский знают. Английский знал он очень плохо. Мы каким-то образом с ним общались полчаса, просто стояли на улице, около почты столкнулись. И он мне рассказывал про свою жизнь на ломаном английском, вставляя французские слова из иврита. Я ему пытаюсь что-то тоже на английском, немножечко на русском объяснить. Там очень многие, кстати говоря, выходцы из Африки знают русский язык. Кто-то учился, кто-то общался с русскими, набрался. Я не с одним не говорила по-русски. В основном на английском, потому что я не понимала их иврит вообще, абсолютно. Там с английским, конечно, сложно, но они называли меня своей любимой маленькой белой девочкой. Да, здорово. Пытались тоже помочь как-то по работе. Я когда ездил на Мёртвое море, там прямо на бляжу находится магазин с грязью, с салями. И я пытался у продавца на английском, он выходец из Судана, я так понял, был, судя по внешности, на английском узнать о ценах, о товаре. И в какой-то момент он начал отвечать мне на русском языке. На чисто русском. У меня был такой секундный ступор, посмеялись и потом уже стали разговаривать на русском. Тоже учился в Москве. Классно. Ну, не знаю, с русским проще всего в Нитании. У меня такое ощущение, что в Нитании живут только русские и французы. Вообще это считается французским городом, он достаточно дорогой и очень красивый. Нитания это центр страны или юг? Это в часе езды от Тель-Авива, чуть севернее. Севернее? Да, побережье Средиземного моря. У меня там простыненькие живут, им классно. Здорово. Понятненько. Ну что, я тебя даже немножечко завидую, ты можешь в любой момент, естественно, самолет туда полететь. Ты на самом деле тоже, учитывая то, что все-таки безвизовый режим. Ну, безвизовый режим тоже условно. Три месяца находишься, три месяца должен быть за границей. Ну, да. И когда в следующий раз через три месяца прилетишь, на тебя уже могут посмотреть немножечко косо. А что это ты турист к нам зачастил? Ну, у меня возникло недопонимание, когда вот сейчас вот ездили последний раз в гости, ну, в отпуск. Я пыталась выехать, естественно, из России, а мне на таможне сказали, что я, как же это, короче, я должна была зарегистрироваться в России, потому что я находилась в стране больше трех месяцев. То есть у нас есть двойное гражданство в России, но нет института двойного гражданства. То есть теоретически, зачем мне где-либо регистрироваться? Ну, тоже граждане? Потому что, да, что у меня есть гражданство, что той страны, что другой. Ну, вот российская сторона решила, что мне нужно было зарегистрироваться обязательно. Ну, да, интересно. Пытались меня не выпустить. Ну, ладно. Решили эту проблему достаточно быстро. Понятненько. Ну что, нам, наверное, уже пора заканчивать. С вами был Клуб Вольных Путешественников. Заходите на нашу группу ВКонтакте и смотрите наш сегодняшний выпуск. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!